В Тверской области проснулись змеи. Фотографиями присмыкающихся активно делятся пользователи социальных сетей. Как отмечают специалисты, достаточно теплая зима стала причиной того, что ужи и гадюки активизировались в нашем регионе намного раньше обычного. Некоторые аж с конца января. Чаще всего с ползучими рептилиями встречаются те жители Верхней Волжи, которые нынешний период самоизоляции проводят на дачах. Впрочем, нередко змей можно наблюдать и в городской черте. Кажется, еще чуть-чуть, и многие жители Тверской области смогут без труда написать научную работу, посвященную змеям. С приходом весны тверетяне как никогда часто замечают этих присмыкающихся буквально повсюду. На дачных участках, на улицах, в пригородах и даже в парках и скверах Твери. Большинство при этом знают, как отличить уже от гадюки. У первого желтые пятна на голове. И делятся своими фотографиями присмыкающихся в социальных сетях. Описывают их поведение, варианты окраса и другие биологические особенности. При этом многие говорят о настоящем нашествии ползучих гадов в наших краях. Необычайную активность змей ученые объясняют теплыми погодными условиями. Но относительно якобы резкого роста их количества высказываются скептически. Говорят, что, скорее всего, рептилии просто стали более заметными. Растительность была еще недостаточно развита. Я имею в виду молодая растительность, которая бы скрыла этих змей. Поэтому на старой траве, пожухлой траве, которая, как правило, прибита снежным покровом, они очень неплохо видны. Змеи, рассказывает Андрей Зиновьев, уползают на открытые участки, где могут погреться и набраться сил. Но, как поясняет специалист, ни о каком аномальном нашествии присмыкающихся в нашем регионе говорить не приходится. Да, именно сейчас с приходом весеннего тепла они наиболее активны. Но активны и пользователи соцсетей, которые обживаются сейчас на дачах. Многие, рассуждает Андрей Зиновьев, стали больше времени проводить в интернете. А потому и количество постов с фотографиями ползучих заметно увеличилось. Однако с ядовитыми аспидами необходимо быть на чеку, и если вы заметили такую греющуюся на солнце змею, говорят специалисты, то лучшее, что вы можете сделать, обойти ее стороной. Обитающие в Тверской области уже и гадюки на человека не нападают, а окусить могут только из-за самообороны. Яд гадюки сам по себе не смертелен для здорового человека. Однако вкупе с аллергической реакцией может привести к осложнениям и даже к летальному исходу. А потому, говорят врачи, в случае укуса пренебрегать первой помощью не стоит. Промыть рану антисептиком, можно йодом обработать, наложить стерильную сухую повязку, не тога, и положить пострадавшего, придать конечности. Кроме того, совсем не лишним будет принять антигистаминные препараты, супрастина или цитрин. После чего доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. А вот накладывать жгут травматологи категорически не советуют. А также не рекомендуется высасывать яд из ранки, прижигать место укуса, употреблять алкоголь и курить. Помните эти простые правила и неукоснительно их соблюдайте, чтобы не испортить себе отдых на лоне природы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...